здравствуйте дорогие друзья с вами галина конышева продолжаем тему расшифровки кода 19 четвертая часть поблагодарить хочу все кто поддерживает мой канал финансовую поддержку благодарю любовь владимировну п и за эмоциональное участие благодарю все будет хорошо любовь владимировна итак техники борьбы с насекомыми кровососущими я обещала техники будут техники и так чего мы начинаем когда сталкиваемся с паразитами интеллектуальными паразитами информационными паразитами потому что все что мы с вами встречаем как протест против человеческой жизни к нам поступает через сми через информацию не сначала все декларируют как аферту они это озвучивают и тем самым они как бы это провозглашают миру что мы можем противопоставить что обычный человек может противопоставить кажется что ничего на самом деле очень многое даже на уровне самого себя на уровне точки я есть и я хочу сказать что правильно и аз есть мы и азм есть тоже все верно одинаково верно то есть на у на этой точке я здесь и сейчас человек может противопоставить оказывается очень много он просто не знает своей силы не потому, что ее нет, а потому, что его в этом убедили. А программы работают, во что веришь, то и получаешь. Человек верит, что он беспомощное существо. Его в этом убеждают с детства буквально. Вся инфраструктура вокруг человека его в этом убеждает. Наверное, исключением является только советское время и сталинское время, когда человеку внушали, что он сильный человек. Но вместе мы силой, сам человек. Нет такой задачи, которая бы была не по плечу советскому человеку. Вот это внушалось, что ему все по плечу. И я могу сказать, что мне это знакомо, потому что это ощущение было в молодости, что ты можешь свернуть горы и выполнить любую цель. Самое главное — понимать, как ее достичь. Нет никаких преград. Вот было такое ощущение, что весь мир можно постичь. Все можно постичь, все можно сделать, все можно совершить. Было столько энергии, и вот это ощущение того, что в тебе кроется эта сила. Это очень такое, это очень четкое ощущение. Возможно, в молодости или в детстве кто-то хоть раз испытывал это ощущение ни с того, ни с сего. Просто вот в мироздании, просто общаясь с миром, испытывал то, что вот эта вселенская сила внутри этого, внутри самого человека, внутри самого тебя. И вот это ощущение такого счастья, любви — это непередаваемое ощущение. Его очень сложно описать словами, но, возможно, то, что я писала, кто-то вспомнит, что у него когда-то это было. Как правило, это бывает в детстве, в юности, такие моменты. Но они есть у каждого. Это говорит о том, что эта сила, она внутри нас заложена, ну, прикрыта, закрыта, заретуширована, закрыта на чужие замки, на чужие ключи. Итак, продолжаем разговор о техниках борьбы с насекомыми кровососущими. Первая техника — отзеркаливать, не выходя из дома. Это не отменяет общие походы к чиновникам, группами. Вот люди собираются группами, идут к чиновникам, добиваются решения своих прав, защиту своих прав. Это все нужно делать на уровне. Разные уровни действия. На одном уровне это, на другом уровне другое. Разные уровни, и все они нужны, вся работа важна, и вся работа нужна. Поэтому поддерживайте, если не можете сами ходить с ними, хотя бы морально поддерживайте таких людей, которые смелые, которые выходят, вот их мало, бывают в одиночку вообще, женщины одни выходят на целую структуру, на толпу вот этих мужчин одетых, закамуфлированных, за которыми стоит власть, которые наглые, да, которым хочется самоутвердиться за счет простого человека, ограбить его. Как правило, идут туда в охранники, в эти люди с низкой собственной значимостью, у них низкая самооценка, им хочется самоутвердиться за счет того, за счет вот этой внешней силы, которую им временно дают, временно им дают, и вот им хочется здесь вот... Таким образом вели себя полицаи во время войны. Когда он есть никто, он ненавидит всех, потому что он никаким образом не может реализоваться, потому что он бездарный, ленивый, глупый, злой, но вот приходит такое время военное, когда он может подлезать сапог к хозяину и самоутверждаться за счет собственных соплеменников, за счет собственных соседей. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому в такие охранники, вот в охранники, где они отдирают людей за отсутствие массы, где они грабят людей штрафами, вот неправомерные штрафы, не то, что заслуженные, когда человек действительно что-то нарушает, бывают нарушители, а когда просто к людям пристают, которые идут на работу, вот они просто пристают к людям и хотят их ограбить. Вот эти, они достойны всякого уничижительного, потому что они унижают человеческое достоинство не только других людей, пытаются унизить, они сами себя унижают, потому что у них внутри вот эта внутренняя их неспособность реализоваться другим способом, как только через унижение других, как только через временную маленькую власть, которую им дает сапог хозяина. Итак, на одном из уровней, да, походы, отстаивание своих прав, изучение документов, писать, писать, заваливать структуры, это все не отменяет, что надо создавать народные советы и органы самоуправления, тем всем надо заниматься. Здесь нельзя лениться, здесь надо выделять на это время и заниматься, только так мы можем сами себя вытащить из этой ямы, в которой оказались. В интернете масса информации, примеров. Одна Клава Белова, Анастасия Метельская нам дала столько героических примеров. Берите, используйте, тем самым почтите память героической женщины. А в этом фильме пойдет речь о работе на других приоритетах. Итак, техника отзеркаливания. Но прежде хочу напомнить, что сегодня, когда я заканчивала этот фильм, монтаж этого фильма, 19 января, день крещенских морозов, люди купаются в проруби и по случайному стечению обстоятельств сочетание цифры месяц первый, число 19, 1-1-9 или 9-1-1, любимое масонское число. Конечно, это были наши циклы, но их узурпировали, перевернули их смысл, наделили своим значением, и что имеем, то имеем. Так же, как и остальные символы и знаки наши, они перевернули. Думаю, что в данном случае купание в проруби есть деинсталляция данного масонского значения, этого числа в первом месяце. Полагаю, что и с остальными знаками нужно массово также что-то сделать, то есть вернуть их самим себе, на благо себе, своему роду, своему народу, нашей русской белой расе и всем коренным народам белой Руси. Итак, я продолжаю. Прошу не путать техники НЛП отзеркаливания. Это внутренняя работа, работа на уровне сознания, а не тела, так как НЛПшние техники отзеркаливания это внешняя работа тела. Поэтому мы говорить будем о внутренней работе, что очень, кстати, удобно. Вы можете делать эту работу когда угодно, где угодно. И никто этого даже не заметит, что очень удобно. Прошу прощения за каламбур. Это то, что касается провокации. Мы сейчас конкретно будем разбирать технику про баранов, убрать всех пенсионеров. Нас рожать не просили, государство вам ничего не должно, макарошки и хватит. Отловить, окружить, уколоть, расстрелять за неподчинение. Ну и всякие-всякие вот эти призывы, сатанинские, нечеловеческие призывы, людей, потерявших свой человеческий облик, внутренний облик, растливших свою душу, ну как водится в большинстве элит. Их задача, чтобы общество находилось в постоянном стрессе. И они то один, то другой или другая, то на одном канале, то на другом, то массово, то одновременно, они будут выдавать один перл за другим. Там им пишут эти шпаргалки профессиональные психологи, НЛПисты, и работают они как с актерами. То есть это актеры, которые выходят и выполняют определенную задачу, программу. То же самое делают некоторые каналы раскрученных блогеров. Человек неподготовленный обычно слышит эти оскорбления, переживает, потому что сделать он ничего не может. Не может влупить ни Леонтьеву, ни Медленный, ни Киосаянам с этими бабаянами. Не может ничего в ответ сказать. Нет обратной связи. Доступа к обратной связи нет. О том, что человек думает. А они могут и знают, что они недосягаемы, прям как проказники. Кстати, сразу разберем слово «недосягаемы». Подозреваю, что звучало и писалось оно иначе, а именно «недосягаемы». Сиг, они вместо буквы «и» поставили «я», заменили буковку, и изменился смысл, как в общем-то в очень многих словах, которые специально этим занимался Луначарский. Он поэтому Луначарский. Потому что в слове «сиг» есть смысл, а в слове «сяг» нет смысла. «Сиг» – это быстрее, это скорость, это мгновенно, это характеристика скорости движения, что-то мгновенное, как квантовый уровень. Вот они сказали квант, а вообще у нас в языке есть слово «сиг». Поэтому «сиганул», да? Быстро значит, что-то очень быстрое. Какие скорости были у наших предков? Значит, буковку заменили. Было «недосягаемы», стало «недосягаемы», как «свет» и «свят», то же самое. «Святые» и «светые», «светилища» и «святилища». То же самое заменили буковку «е» на буковку «я». И совершенно другой смысл пошел. И да, значение «сиг» не так просто, поэтому я, пожалуй, сделаю разбор отдельным роликом, чтобы не исчезла информация. Это ключевая информация ко многим исследованиям, которые есть на моем канале. Вот в последнее время оно просто идет одно за другое, цепляет, как паровоз вагона. Это даже не то, что я так хочу, оно само так выходит, как обычно, выводит на эту тему, даже если я планировала что-то другое. Но я, в общем-то, следую этим знакам, потому что, видимо, это уместно в данный момент времени. Соответственно, разбор сигов более подробный и более интересный. Я вас немного заинтригую. Там будет очень интересно и новая информация для вас. Поэтому я его сделаю вслед за этим видео. Что дальше происходит с населением, которое находится в постоянном нарастающем стрессе и тревоге? А ответить тем же самым не может. Не может дать сдачи. Они могут дотянуться до нас через СМИ, а народ не может. Нет обратной связи. Что происходит в этот момент на уровне тела? Психологи знают, это состояние называется фрустрацией. Это самоотравление кортизолом организма идет. Так как агрессия выпущена в народ, сдачи она не получила, и эта агрессия остается внутри психики. Волна страха, тревоги по закону физики из активной фазы стимулу реакции хватать, бежать перейдет в кинестическую энергию, направленную вовнутрь и проявится через какое-то время. Мадам Арбидула озвучила к февралю, марту. Они ждут спад активности, гневы. И начало фазы покорности. Вот во что эта энергия перейдет. То есть она стухнет и перейдет в фазу покорности. Но так устроен организм. Это физиологические реакции организма. Что воля, что неволя. Все равно, лишь бы это скорее закончилось. Собянин продлил арест пенсионеров, даже не пенсионеров, а 60+, присваивая себе льготные деньги, которые выделены для этого специально из бюджета. То есть были выделены как деньги. Они когда-то приняли решение, что это будет не деньгами, а вот льготами, типа льготного проезда. Ну и все эти денежки, они, естественно, себе прихватизируют, потому что никто никому ничего не восполняет. Вот эти положенные льготы. То есть это жульничество, мошенничество в полном объеме. И ответить им никто не может. Они ведут себя безнаказанно. Они понимают пока свою безнаказанность, чувствуют ее. И, соответственно, народ вгоняет в фрустрацию все больше и больше. Но сроки у них сдвинулись, потому что они озвучили их к первому февраля. Сроки сдвигаются. Они поняли, что они в график не укладываются. И они их отодвинули до первого апреля. То есть февраль-март. Они рассчитывают на то, что энергия протеста перейдет в энергию усталости. Как и металл устает, так и человеческая психика тоже имеет свойство уставать и перегорать. Вот они на это и рассчитывают. Так было во время войны и в особо долгих нечеловеческих условиях, в концлагерях. То есть эти товарищи, которые нам не товарищи, они знают, сколько может человек оставаться человеком в нечеловеческих условиях. Тем более здесь не совсем нечеловеческие условия. Это же не вот не концлагеря, которые были при фашистах. Хотя они с удовольствием бы всех загнали и в такие концлагеря. Но здесь видимость нормальной жизни, но на самом деле тревожность нарастает в обществе. Как избавиться от кортизола в конкретном теле, в конкретном человеке? Как избавиться и перейти в созидательное состояние? Что такое созидательное состояние? Когда химия меняется, то есть кортизол – это уныние, это апатия, это страх, это недовольство жизнью, даже это не гнев, а это именно уже усталость, недовольство и депрессия. Противоположность ему – это допамин, это гормон счастья, это гормон радости, состояние созидания, состояние всемогущества, состояние Бога внутри себя и состояние любви. Что делать? Отзеркаливаем. Вместо того, чтобы в холостую выплескивать энергию негодования или просто ее стухать, или переключать ее на близких, очень часто так бывает, что энергия, которая когда не достает до адресата, ее перенаправляют на близлежащее окружение, начинают страдать близкие. В семьях раздоры происходят, драки, ссоры, разводы и так далее. Все это происходит в состоянии общей тревоги, общего недовольства жизнью. Но это специально создается, то есть это в планах, это цель. Поэтому все идет как надо. И это очень хорошо. В этом есть плюс, потому что это можно прогнозировать, это можно исследовать. А раз это можно исследовать, то можно применять и антимеры. Итак, вместо того, чтобы холостой выплескивать энергию негодования, отзеркаливаем ее. Первое. Вот теперь внимание, конкретно техника. Представьте зеркало между собой и чиновником-мартышкой. Вот у вас какая-то проблема с чиновником, или чиновник из телевизора лично вас достал, вот лично оскорбил, и вы это почувствовали внутри себя. Между собой мысленно поставьте между собой. И этим образом мысленно поставьте зеркало. В тот момент, когда он говорит, или у вас в голове звучит этот образ, который говорит про баранов, бить по голове, еще какое-то хамское выражение, еще что-то там повысят налоги, повысят сборы, дани за ЖКХ, увеличат проезд, увеличат штрафы. Ну, как они это любят. Что человек внутри себя лично, особенно если у него средства на грани выживания, то для него любое повышение это смерти подобно. Это сразу тревога. Особенно если еще у него за плечами кто-то, маленькие дети, беспомощные родители, еще кто-то за ним находится, и он тащит это бремя финансовое, и оно на пределе, то, естественно, этот человек постоянно находится в стрессе. И каждое такое высказывание чиновника, они это делают специально, каждое такое высказывание, оно отдается лично внутри этого человека, как страх, как вот еще один удар. А сделать он ничего не может, он даже ответить не может этому лицу, который в телевизоре, или даже в интернете, неважно, из экрана, который идет. Голос дошел до человека и попал ударил вовнутрь, внутри себя человек чувствует удар. Он чувствует этот страх, укол страха, как выходить из этого положения. Значит, ставят сразу отзеркаливание. Этот момент надо отследить. Или вспомнить, когда у вас был такой момент, если он вот-вот близко рядом и в голове все время прокручивается это, значит, этот образ сидит в голове и внутри, внутри своего сознания поставить, разорвать как бы эту связь, поставить это зеркало, только зеркало, зеркальной стороной к вот этому источнику негативной информации. И держим эту картинку и дальше внутри проговорить твои речи тебе на плечи. И держите эту картинку, и держите, и держите. Сколько угодно раз повторять. Секунду удержали, хорошо, смогли две секунды удержать, вообще прекрасно. Если вы сможете несколько раз это повторить, вы увидите, что через какой-то, на какой-то, может быть, десятый раз этот образ перестал вас волновать и внутри как-то посветлело, успокоилось. Казалось бы, ничего не произошло, внутри посветлело, успокоилось. Это говорит о том, что химия организма поменяла уже с этого минуса, с кортизола, оно пошло вверх, оно пошло на выздоровление, оно пошло на улучшение состояния. А улучшение состояния, оно непременно будет играть и воздействовать на окружающее пространство человека. Потому что человек сам формирует своё пространство. Они тоже это прекрасно знают, поэтому держат людей под гипнозом постоянно. Я вот не собиралась всего этого в этом фильме говорить вот так вот подробно, потому что это, в принципе, техники психологические, и обычно этими вещами я делюсь на своём втором канале «Сознание 21 век». Но поскольку ситуация довольно критичная, я это понимаю как психолог, я приняла решение сказать это в этом фильме и на этом канале. Хотя он, в общем-то, больше у меня даже исторический. Но время такое, время не терпит отлагательств, и надо говорить эту информацию, надо помогать своему роду, своему народу. Что я и делаю. Я делюсь этими знаниями. Ваша задача, чтобы они не пропали, ваша задача их применять. Тогда я буду считать, что я тоже не зря живу и выношу свой вклад в спасение своей Родины, своей Отчизны. Третий пункт. Техника не делания себя важным. Но это под силу не всем. Я хочу сказать, что кажется, что это просто такие лёгкие слова, не делания себя важным. На самом деле, это самый большой секрет, на котором, в общем-то, держат всё человечество вот эти товарищи. Ну, самые главные, конечно, товарищи. Маги, самые настоящие маги, они держат человечество именно вот на этом крючке чувство собственной важности. Чувство собственной важности – это, с одной стороны, всё самое лучшее, что есть в человеке, потому что оно заставляет его развиваться, двигаться вперёд. И в то же время это центр всякой гнили в человеке. Вот такой парадокс, он существует. И чувство собственной важности, оно, как правило, и прихлопывает человека, и его жизнь прихлопывает, именно только потому, что он не может внутри себя перейти в какой-то момент от этого глупого чувства собственной важности к созидательному чувству собственной важности. В основном население находится на стадии глупцов, неконтролируемой глупости вот этого чувства собственной важности. Это касается всех. Это все, и маги в том числе, они тоже в этом состоянии очень часто пребывают. Всё зависит от осознанности человека и от его понимания, о чём сейчас идёт речь. Если вы уже продвинутые, вы много что изучали, вы наблюдали за собой, то, скорее всего, вам всё понятно, вы понимаете, о чём я говорю, и вы будете применять это. Просто со стороны иногда нужно напомнить, потому что человек и так, скажем, всё знает. Он знает это интеллектуально, но осталось ещё применить практически. Вот тогда это самая настоящая сила получается, когда интеллект с действиями, плюс действия, вот тогда получаются всякие магические вещи. Значит, техника не делала мне себя важным. В чём она состоит? Не принимать на свой счёт разговоры про баранов в данном случае. Они, Леонтьевы эти, Вессерманы эти, Киасаяны, Симоняны, Бабаяны, они говорят про себя. Так внутренне и добивайтесь ощущения, что баран Леонтьев говорит о себе, что его барана Леонтьева надо тюкнуть по голове и ширнуть, не спрашивая, для его же блага. Или кто-то там из депутатов говорил, а, нет, не депутаты, а врач какой-то говорил, что корову надо прививать, потому что она корова, она тупая, да, корова, её надо прививать для её же блага. Вот тот, кто это говорит, он и есть. Боров, бык, боров, которого надо прививать для его же блага, не спрашивая его, потому что он и есть такой. И образ этот рисовать, то есть на образ вот того, который из телевизора накладывает то, что они говорят, то есть то, чем они реально являются изнутри себя, потому что они проговаривают, даже если это по приказу, они всё равно согласились на это, они это приняли, это их суть, они её проговаривают, ну, значит, таково и быть. Будьте любезны, значит, зеркало поцелает им назад этот образ, печатывает в их личину то, что они есть, а до вас оно не доходит. Вы становитесь за зеркалом, вы недосигаемы, недосигаемы. Вы в другом измерении, вы в портале, они за этим всем, за конами, они за конами, а вы в коне. Поэтому вы для их злобы, для их стрел, ненависти, зависти, злобы недосигаемы. Они не могут вас достать, потому что вы поставили это волшебное зеркало. Техника понятна? Следующая задача – тренировать свой внутренний эмоциональный центр, эмоциональный интеллект, потому что у большинства людей он вообще атрофирован, так как люди просто об этом не знают, потому что их никто этому не обучает. Почему? Да потому что Греф сказал, потому что если они будут слишком много знать, то ими будет сложно манипулировать. А эмоция – это тот самый триггер, на котором построена вся торговля. Торгашечая система, она построена на эмоциях. Вы прекрасно знаете, что многие люди делают покупку именно эмоционально. А покупка – это не то, что только покупка какой-то вещи. Это буквально принятие любой оферты на эмоциональном уровне. Потому что это не только то, что можно пощупать руками, человеку впаривают на эмоциях, но то, что он даже не понимает. Еда – то же самое, то, что он проглатывает. С чем он соглашается, где он ставит свои галочки, как согласен, где ему предлагают какие-то события, поучаствовать, не говоря о подспудном, а об истинной цели этих событий. Кстати, одно такое событие тоже надо разобрать. Вот прям вот свежак. Но вот не успеваю я все материалы, это все это делать. Они просто настолько в единицу времени много информации сейчас, которая просто криком кричит, в открытую. То ли действительно у них пригорают, то ли время увеличила скорость. Но надо эту информацию сказать. Я поэтому сейчас его не озвучу, я просто вам говорю, запомните, мы это разберем. Одно очень интересное событие, прям вот ближайшее. Значит, тренируем эмоциональный интеллект. Не рефлексируем, как собачка Павлова, стимулу реакции. Вспомните, собака Павлова это стимулу реакции. Собаку тренируют, нажимают на педаль, и у нее течет слюна, начинает выделяться слюна. Вот это условный рефлекс так тренируют. Леонтьев сказал, вот бараны, побежали возмущаться в соцсетях. Не надо возмущаться, если считаете, что в его речах есть состав преступления или административного нарушения, надо сделать действие, писать в полицию и так далее. Либо, какое еще можно сделать действие, если уже отрава, яд проник в вас, сделайте физическое действие, сделайте зарядку, но так, чтобы вы потрудились, так, чтобы вы переключились на боль в мышцах, чтобы вы устали мышечно, физически, тогда вот этот яд, который они забросили, он перегорит в мышцах, он пойдет на пользу. Вместо того, чтобы ослабнуть и отравиться, вы станете сильнее. Это очень хороший прием. Опять-таки, многие люди, которые изучают себя, которые лидеры и развивают лидерские качества для того, чтобы состояться в обществе, да, и они должны это знать. Они понимают, как негативную энергию кинестическую переводить в физическую позитивную. Однако, надо помнить о технике безопасности. Поскольку то, что я озвучила, стало достоянием многих и многие будут применять эти техники, то для того, чтобы не получить обратку, будьте безупречны. Это значит, что вам придется отслеживать свои гневные речи, эмоциональную ложь, манипуляции ради собственной выгоды, лицемерие собственное, то есть собственное ханжество, собственные плохие выплески в сторону невинных людей. Ну, просто хочется сорвать зло. Просто так. Такое бывает у простых людей? Еще как бывает. Еще как бывает. Потому что все эти свойства негативные, они свойственны всему обществу, а не только элите. Элит – это срез, это как под увеличительным стеклом, но во многом они отражают то, что мы генерируем сами в пространство. Это значит, отслеживаем гневные речи, эмоциональную ложь, оскорбление других, без причин, не загрязняем эфир. Если задело, сказали гневно что-то, это одно. Если просто сбросить напряжение на том, кто послабее, то прилетит обратка. Я предупредила, поэтому или лучше тогда не пользуйтесь этими техниками, а если пользуйтесь на здоровье, во благо и себе, и окружающему миру, и сами будьте безупречны, сами будьте благожелательны к миру, тогда вы увидите просто волшебные события, будут волшебным образом рассеиваться. Вся негативность будет рассеиваться, как по волшебству. Так как в мироздании все взаимосвязано и взаимозависимо, об этом даже Швабр знает, и он это прописал в своих перлах. А лучше я расскажу вам старый советский анекдот про Сталина. Время только-только после Великой Отечественной войны прошло пара-тройка лет. Москва, Кремль, кабинет товарища Сталина. Стучится охрана и спрашивает, вот Иосиф Виссарионович, тут человек какой-то, что-то важное хочет сказать. Сталин приглашает в кабинет. Вошел обычный гражданин и полушепотом, сбиваясь, говорит, товарищ Сталин, тут гражданин какой-то по Красной площади ходит и громко говорит, вот усатый козел всю Россию разграбил. Сталин выслушал внимательно донос и говорит, приведите сюда этого гражданина. Привели быстро, Сталин повернулся к нему и спрашивает, так, вы говорили, вот усатый козел всю Россию разграбил. Ну да, говорил Иосиф Виссарионович, говорил, что же отпираться-то. Вы кого имели в виду? Ну, Гитлеры же, конечно, Иосиф Виссарионович. Сталин поворачивается к доносчику и спрашивает, а вы кого имели в виду? Так вот, весь вопрос от товарища Сталина, кого вы имели в виду? Леонтьев, говоря про баранов, Симонян, говоря про идиотов, врач этот, говоря про коров. Задача – переводить свой внутренний гнев в конкретное созидательное действие. Таких примеров много уже. Люди подают волеизъявления, пишут ролики, показывают примеры грамотного подхода в правовом поле. Так много помощи и по Конституции, и в законах самой управляйки РФ. Да, скажете, попирают свои же законы. Есть такое дело. А кто говорил, что будет легко? Нелю действует без правил. В том-то и дело, что нелю действует беззаконно. Любые средства у них хороши. Единственное, они всё-таки уважают коны мироздания. Человек, дитя Бога на Земле, не может действовать по беспределу, как они, и как нелюсть. Он должен найти другой путь. Таких путей много. Многие активно действуют. Есть и ещё один путь. Это то, о чём мечтают глобалисты, запуская цифру и мечтая о полном тотальном цифровом контроле. На сегодняшний день об этом только все и говорят, о чём и поведал всему миру Швабр в Давосе. Ну что же, на этом эту серию четвёртую закончим. А об искусственном интеллекте и как с ним работать, с пользой для себя, мы поговорим тогда в пятой части. Но не получается. Слишком будет длинный фильм. Благодарю вас за внимание. Делитесь этим видео. Я думаю, оно будет очень многим полезно. делитесь в соцсетях, подписывайтесь на мои каналы. Благодарю за помощь каналу, за поддержку. Вас всех благодарю, вас за тёплые комментарии. Всех вам благ. До новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok